Всем привет! Сегодня я решила приготовить зеленый борщ с щавелем. Купила щавель на рынке. Я знаю, что зеленый борщ готовят все по-разному. Я приготовлю его по-своему. А вообще надоела уже зимняя вся еда. Борщи, супы, все это надоело. И вот я решила сходить на базар, купить щавель и приготовить зеленый борщ. Приглашаю вас вместе со мной поучаствовать в этом приготовлении. Для зеленого борща нам понадобится несколько картофелин, морковка одна средняя, луковица средняя, несколько яиц, ну 4 хватит, пучок щавеля и пучок зелени, петрушка с укропом. Ну и также для зажарки нам понадобится растительное масло. Если на бульоне готовите, значит бульон, если нет, значит на воде будем варить. И в общем-то все, соль, перец, лавровый лист. Сейчас надо все это почистить и подготовить. Сначала я хочу сделать зажарку. Растительное масло немножко добавим. Морковку и лук я нарезала, как обычно делаю на суп. Пока у нас будет готовиться зажарка, я замочила в водичке щавель и зелень, чтобы они немножко полежали, ну и заодно помыть. Также я уже порезала, почистила картошечку, она у меня ждет. Вот у меня уже готовый бульон с курочкой, с ножками. Я буду этот бульон использовать, а ножки я почищу от косточек и потом в конце уже положу. Ну и яйца сырые, нужно будет мне их разбить и перемешать. А пока что у нас вот готовится зажарочка. Ну вот зажарка уже почти готова. Мы ее сейчас отставим в стороночку, уже лук подрумянился. И зажарку мы уже положим позже в супчик. А сейчас я в кастрюлю переложила картошку. Вылью сюда бульон. Если бульона мало, можно добавить кипяченой воды. Я буду делать неполную кастрюлю, мне много не надо. Ну вот так достаточно. И поставим на плиту, пусть варится картошка. Когда картошка сварится, тогда уже будем положить зажарку, яйца и в конце уже зелень вместе с щавелем. Можно будет посолить заранее. Картошечка у нас уже варится. Я сейчас ее посолю. У меня вкусная соль, можно любую соль усолить, какая вам нравится. И положу я туда зажарку, чтобы она поварилась немножечко с картошкой. Картошка наполовину уже сварилась. И пусть еще зажарочка вместе с ней еще поварится, чтобы она уже была зажаркой, тоже полностью у нас готовая. Мягкая морковочка, чтобы не было жесткого. Бульончик получается вот такой золотистый. Это вот потому, что зажарка, морковка с луком дает такой цвет. Ну и вариться оно должно медленно, чтобы сильно не бурлило, чтобы не был мутный бульон. Тем временем я разбила яйца. Их надо будет перемешать. Мясо освободило от косточек. И сейчас я буду резать зелень. На щавеле ножки нужно укоротить, чтобы они были коротенькие, не сильно длинные. Потому что сильно длинные ножки дают кислоту. Если вы не любите сильно кислые, значит тогда пусть они будут покороче. Ну щавель можно помыть, порезать крупно, ну как бы вот такими кусочками. А зелень как обычно меленькая. Потому что щавель он просто скомкивается и он становится совсем мягким. В зеленом борще, если кто уже ел, знает. Ну вот щавель я порезала покрупнее, а зелень порежу меленько, как обычно. Зелень я отправляю туда же вместе с щавелем. Будем забрасывать это все одновременно. И также парочку лавровых листиков туда положим вместе с зеленью. Яйца надо смешать, размешать просто. Кто-то яйца вареные кладет. Но мне нравится, когда они просто наливаются вот так вот. И вот как-то так с детства я привыкла. И так и делаю. Посмотрим, когда у нас будет готова картошка полностью. Еще чуть-чуть, 5 минут и будем остальное все уложить уже. Ну вот картошечка легко уже ломается. Она уже готова. Ну а теперь будем все закладывать уже по порядку. Первое, что сюда пойдет, это вот жидкие яйца. Я вмешаю ложкой и медленно, тоненькой струечкой вот эти яйца туда отправляю. Смотрите, что получилось. Теперь я туда отправляю зелень и мясо. Мясо можно класть в тарелку, но я уже люблю его сразу в кастрюле иметь. Мясо можно класть в тарелку. Сейчас можно увеличить мощность, чтобы оно побыстрее закипело. И дать зелени покипеть минуты 3, ну 5, не больше. Чтобы зелень уже была у нас готова, и тогда мы все это выключаем. Если получается густой, можно добавить чуть-чуть еще кипяченой водички. Слишком жидкий я не люблю, чтобы он был такой средний. Сейчас мы видим, что щавель начинает темнеть, а зелень она зеленая остается. Щавель должен потемнеть. Ждем, пока это все закипит. И покипит минуты 3, и я выключу. Еще смотрите, чтобы у вас ваш зеленый борщ не убежал. Потому что, когда начинает закипать, щавель начинает подниматься вверх. И он может просто убежать. Вот у меня все закипело. И, в общем-то, я это все сейчас выключу. Остаточное тепло будет работать еще минуту. И, в общем-то, зеленый борщ дойдет. Я его накрою крышкой, чтобы он там дошел. Минут через 15 можно будет кушать. Можно кушать сразу, но лучше, чтобы он постоял. Вот такой красивый зеленый борщ у нас получился. Сейчас я его хочу попробовать. Ну вот, зеленый борщ у нас уже готов. И сейчас я его готова уже попробовать. Такой вот красивый, такой зелененький получился борщ. Я уверена в том, что он будет вкусным, потому что он всегда бывает только вкусным. Другим он быть не может. Я добавила туда сметану, потому что со сметаной он будет вкуснее. Сметану перемешаю сейчас. И попробую. Зеленый борщ получился нереально вкусным. И мне уже не терпится его поесть. Я проголодалась, пока его готовила. Девочки, кому понравился мой рецепт, кому понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok